эй ребята всем привет меня зовут энди муфт на моем канале продолжаем якудзу как и обещал прямо на следующий день записываю следующее видео которое мы узнаем узнаем что будет дальше в этой истории ты готов присоединиться давай поехали поехали возможно неужели закрыта это я эрика матаки я могу чем помочь вы на собеседование или или что что я не за собеседование а вы кто такой якосуга ну раньше работал о вы здесь работали серьезно ой извините у меня с ним назначена встреча ой как бы вам сказать он же вы вы не знаете да ничего сложновато это конечно о чем не знаю ну на не сан он он умер что глаза закатились мы теряем эти порядке стоят смотрят да помогите вы и ребята вы чё ладно это тройка не самая умная но они благородные они добрые ой тебе лучше извините меня спасибо спасибо вам за помощь мне так неудобно я долго не могла дозвониться до наномии подумать даже не могла что он умер это так ужасно да я я бы тоже испугался а вообще как тебя зовут эри меня зовут эри я президент кондитерских и чабан эритян такая молоденькая уже президент надо же а то что ее зовут кондитерский и чабан кондитерский и чабан хорошо звучит я ведь тоже и чабан и чабан косуга вот это совпадение ну вот я об этом и хотел сказать мой дед хотел чтобы наши кондитерские стали лучшему в йокогаме она звал их и чабан наше фирменное блюдо сэмбэй и чабан а слюнки аж потекли откуда ты знаешь наномию сана наномия сан должен был взять на себя должность президента нашей компании сегодня я хотела все с ним обсудить что наномия сан хотел стать президентом а вы вы разве не знали да он не хотел этим бизнесом заниматься он хотел легально работать а ого как значит кондитерская и чабан это ведь настоящие кондитерские это не бордель никакой да там правда сладости да да сладости сначала мой дед открыл самбейную лавку когда его не стало руководителем стал мой отец он открыл новые кондитерские и рестораны компания разрослась и даже немного прославилась но потом а что потом три года назад мой отец тяжело заболел и умер мама не стала когда я была совсем маленькой а другого приемника у отца не было не к кому было обратиться я тогда еще училась но пришлось бросить учебу отец и дед столько работали ради своей мечты нельзя было допустить чтобы все это пропало я сутки напролет работала пыталась разобраться что к чему но этого было недостаточно сложно руководить когда ни в чем не разбираешься а потом еще меня и обманули я-то думала сделка выгодная но это был обман теперь почти все наши заведения принадлежат мошенникам вот это жесть у меня осталась только та самбейная лавка боюсь представить что подумал бы мой дед и отец на мне еще и кредит висел если бы я продолжил руководить то еще влезло бы в долги я уж думала придется закрыть лавку вот тогда наномия сан и появился он сказал что поможет так так он часто бывал в нашей самбейной лавке и вообще он всегда относился ко мне как к родной дочери узнав о моих трудностях с бизнесом он предложил мне помощь полностью выплатил мой кредит и предложил взять на себя руководство чтобы не пришлось закрыть лавку ого ничего себе я не знал что наномия сан был таким благородным я его теперь еще больше зауважал да это точно мне казалось он наоборот воспользоваться бы проблемами девушки например отправил бы работать тебя в банный салон ах не знаю не знаю как с другими но со мной он всегда был очень добр есть я таки часто вас бывать это ладно но он аж на президента замахнулся может ему просто деньги нужны были может быть и так но по-моему он просто хотел исполнить свою мечту мечту да мечту он давно мечтал стать руководителем легального заведения в и дзин тё только об этом и талдычал ну когда лишнее выпивал язык у него развязывался он говорил мол что хочет открыть свое заведение чтобы в городе появилась страховочная сеть какая сечо сеть страховочная сеть она поможет таким людям не опуститься на самое дно и с теми же мыслями он управлял от ахиме лэнд до достойной намерения ну еще он слишком много требовал от сотрудниц и занимался всякими сомнительными делами ну так что не знаю знаете когда нам некуда было идти нас плетил только он как по мне он говорил правду вот я тоже так думаю он и на местам были самые серьезные намерения иначе он ни за что не взялся бы за сам бейную лавку на грани банкротства заработать и на чем-нибудь другом можно да ну что ж мне пора извините что я вас побеспокоила подожди а как же твое заведение думаю придется его закрыть поскольку на нами сан умер что такой ситуации я мало что сама могу сделать у меня нет ничего если не найду на должность руководителя кого-то опытного выборы у меня не останется я должна закрыть лавку а если президентом останусь я бизнес пойдет на дно пора бы уже смириться с этим не надо было и начинать эй погоди погоди для тебя ведь это очень важно вы родные столько вложили сил в это дело ты что хочешь вот так все бросить я я не хочу этого конечно же я очень любила отца и деда они всю жизнь посвятили своему делу и вот я его унаследовала но только на нами сан больше нет а из-за нехватки денег уволились почти все мои сотрудники мне не на кого больше положиться я не знаю что еще придумать я осталась совсем одна мне нет стратегии ну я сама виновата полагаю повелась на уговоры мошенников чем я не только думала я просто ненавижу себя эритян шо ты башку так риата знаете что я помогу тебе что нет ни о чем не беспокойся компанией займемся мы с ребятами что серьезно но я вы вы уверены да можешь на меня рассчитывать наша встреча это не просто совпадение к тому же твое заведение называется и чебан это судьба я точно тебе говорю ребята да чувак ты какую-то херню несешь какая судьба ребята мы не можем бросить девчонку в беде разве вы не сочувствуете нельзя забывать про мечту на на ме страховочной сети в городе я двумя руками за это дело да не пойми мне не правильно я тоже не против но речь ведь о руководстве бизнеса да ну мы ведь обязаны на на ме сан жизни он рискнул и взял нас на работу а другие бы сразу отказали чтобы нам помочь он пожертвовал всем а теперь что его мечта так и не воплотиться я хочу помочь так мы оплатим ему за все что он для нас сделал ой че чан отплатим значит да приднем должок ну да ничего удивительного переубеждать его бесполезно сами знаете знаешь что давай давай вперед мы болеем за тебя и чебан отлично ребята погоди что вы что не будете помогать вы же со мной у тебя все получится удачи чебан иди заниматься спасай город это геройский поступок в твоем стиле я в тебя верю и чебан удачи тебе хотим и все кидают да ребята ну как же а вы чё вы не будете помогать косуга-сан вы правда хотите помочь ну да я от своих слов не отказываюсь хоть президентом стану хоть премьер-министром что банально то есть делаю спасибо косуга-сан от всего сердца честно спасибо да не за что мне уже не делится преступить или тян и мне тоже ну что так может я покажу вам как устроена моя компания хорошо конечно да косуга ты справишься за президента косугу за президента косугу ну вы даете ребята его кинули типа чувак ввязался занимать но правильно надо его проучить он на все подписывается хочет подписаться пожалуйста вот мы пришли на первом этаже наша небольшая сомбийная лавка вы всегда здесь работали лавка всегда была здесь а штаб компании распался он здание покрупнее был пока компанию не прибрала к рукам мошенническая организация сотрудников было много потом ситуация ухудшилась и у нас ну только это и осталось офис на втором этаже прошу за мной еду еду так вот косуга на все подписывается ребята решили его проучить хочешь связываться ввязывайся нас не трогай вот так вот как бы хорошо и плохо но я надеюсь они за ним присматривают типа значит это офис извините пожалуйста здесь страшный бардак это о нем ты на почту писала да вместо ананомии сана будет помогать косуга сан косуга сан это моя бабушка у меня родных не осталось кроме нее она работает в когда нормально себя чувствует я томи коматоки рада знакомству томе сан я и чебан косуга взаимно я тоже рад накаченный в расцвете сил с ебанутой прической ох жених у тебя что надо или косуга сан извините за это да все нормально а йо 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 чё вас петух в доме ой курица здесь надо переводить не буду я не знаю как переводится учу папа сейчас мы узнаем кто здесь главный а чё здесь вас курица бегает это я и шинка это наша любимица если точнее она талисман компании она славная вы не переживайте она нам яйца несет о ничего себе ну привет я и шинка смотри-ка я знаю переводится ну что для начала расскажу об основах руководства бизнесом это займет какое-то время когда будете готовы дайте мне знать когда конечно не вопрос о я не буду к этому готов ой серьезно мне но это задание да такое выслушать или и помочь ей я не понимаю зачем типа чувак ты устал сидеть ничего не нет не не играть походи вот так кругом давайте сделаем два круга по офису типа чтобы у нас сложилась иллюзия что мы играем в игру они смотрим фильм какой-то вот мы пришли два круга по офису окей и поехали слово выслушивать я готова начать обучение да я готов давай хорошо за дело началось началось это симулятор руководство бизнеса в котором косуга берет на себя роль президента компании и должен обеспечить процветание кондитерских и чабан чтобы стать лучшей компанией века гами нужно занять первое место в рейтинге стоимости акций есть два основных направления руководства повседневные дела и встречи акционеров в общей сложности косуга будет брать дела в свои руки четыре раза а в конце каждого периода будет представлять на встрече акционеров финансовый отсчет следуя принципам добросовестного ведения дел косуга не может использовать бюджет компании для собственных нужд точно также как и не может финансировать компании за счет собственных средств замечательно дальше пожалуйста говорят один из самых выгодных способа повысить прибыль увеличить объем продаж давайте попробуем управлять бизнесом чтобы понять как это работает у нас работа которую нужно выполнить по это шоу за минусы большие вы чё ребята что происходит у сотрудников высокий уровень мотивации мы открыты покупатели слишком часто чего-то делают витрины привлекают внимание после распродаж скидки забиты 2 2 этап завершён прибавочная стоимость 60000 общая прибыль минус 275 то есть я в убыток ушел не понял стоимость акций снижена так я щас хуже сделал рейтинг упал чё произошло ребят я нихрена не понял вот так целом нужно руководить бля надеюсь я так не буду руководить я ж только что потерял стоимость акций ничего сложного да да как бы так так погодите о каком развитии мы говорим если у нас сплошные убытки так вы же вы не деликатничаете да в штате у нас сплошные бездельники а про офисы говорить нечего какая тут прибыль так что же мы будем делать вкладывать финансы в развитие нам много чего нужно не были оборудование рекламной кампании толковые сотрудники а деньги есть на все это нет конечно так что нам делать тебе решать серьезно я во что и ввязался так для начала давайте решим где найти деньги на развитие инфраструктуры новых сотрудников вряд ли мы найдем себе инвесторов придется снова брать кредит только в этот раз на нанамия сан его уже не выплатят у тебя есть богатые знакомые может кто из школьных приятелей стал с годами нефтяным бароном так я безработный бывший якутза откуда у меня хотя постойте-ка постойте к что такое а нет он не возьмется хотя может возьмется короче вот такие дела помоги мне ник давай ради этой компании ради нанамия сан мне просто нужно это ну как его финансирование выручи пожалуйста а это чувак с которым мы встретились на площади когда у него пытались телефон отжать никто там в порядке прекрасно я не могу не отметить твою доброту и сочувствие я так впечатлен я едва не расплакался я так эмоционален я согласен вложить деньги в твою компанию правда серьезно спасибо ник спасибо только имей ввиду просто так и денег не даю если хочешь их получить нужно вот меня усосать ой в смысле придется согласиться на тремых условиях чё за условия именно условия если согласишься деньги твои серьезно конечно конечно все что угодно 1 компания не должна влезать в долги я не хочу чтобы баланс компании уходил в минус это же относится и к стартовому капиталу который я тебе выдам если минус все же уйдете мне придется принять соответствующие меры у меня здесь неблаготворительность договорились да да я все понял вот и хорошо второе условие к указанному сроку компания должна войти в топ 100 рейтинга стоимости акции в екогаме стоимость рейтинга шо акции это рейтинг вы оказывает сколько компания стоит когда стоимость акции растет вы поднимаетесь в рейтинге я хочу чтобы компания вошла в сотню лучших у нее большой потенциал так что для тебя это будет проще простого установлю только для того чтобы ты не расслаблялся я этот срок насчет срока сообщу позже это условие тебя устраивает да ни хрена не понял и меня устраивает что там дальше последние условия не будет четких сроков но я хочу чтобы в конце концов твоя компания возглавила рейтинг стоимости акций возглавила да я хочу чтобы твои кондитерские стали жемчужиной екогаммы помоги компании добиться успеха и стать лучшей из лучших я не намерен вкладывать деньги в тех кто не готов выполнить эти условия так что ты согласен я ни хрена не понял но я согласен я пока еще не во всем разобрался но я сделал все что в моих силах кондитерские чабан станут крупнейшей сетью когамы самоуверенно значит по рукам договорились в таком случае подготовлю к отправке первую часть инвестиционных средств тратите деньги по своему усмотрению на развитие инфраструктуры на логистику на обучение сотрудников офигенно вот спасибо ник не благодари уверен что все окупится когда дела у тебя пойдут в гору я на тебя рассчитываю но все сколько денег даже не шок ты не промах будь я помоложе сама бы тебя трахнула и спасибо спасибо типа пусть будет комплимент ничего себе спасибо спасибо косуга сам лучше ника ника агату благодари кстати нам эти деньги не просто так выдал у него три условия не уходить минус войти в топ-100 рейтинга стоимость акции к указанному сроку и когда-нибудь возглавить этот рейтинг такие условия да я правильно поняла да да вроде такие я пообещал выполнить эти условия и я его не подведу топ-100 значит да это не так-то просто надо будет выкладываться по полной для начала потратим деньги на что-нибудь полезное для компании косуга-сан как будете готовы начать скажите мне обязательно получено 5 миллионов иен в качестве поддержки отрыва попадите в топ 100 рейтинга и опять иллюзия да выслушать теле и помочь окей смотрите играем снова ла 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 неплохо поиграли поехали к интерактивчику Пора найти деньгам Ника-сан достойное применение и начать работу над нашей компанией. Что скажете? Да, начнем. Ну что ж, давайте приступим. Вот такая серия, такая серия. Ты как относишься к такому? Касуга-сан, изучив текущее состояние компании, вы сможете увеличить приток инвестиций от Нил-Для-Для. Для начала узнаем, как идут дела у кондитерских и Чебан. Перейдите в меню объекта, чтобы посмотреть свои объекты недвижимости и выберите объекты. Объекты. Выберите объекты. В списке объектов вы можете продать или приобрести, а также улучшить свои объекты. Но думаю, пока что лучше всего назначить на объекты сотрудников. В этом вопросе я вряд ли смогу вам что-то подсказать. Касуга-сан, вы сами должны решить, куда направить сотрудников. Перейдите в меню назначить, чтобы изменить назначение сотрудников на разные объекты. Выберите назначить, затем кондитерский и Чебан. Назначить. Кондитерский и Чебан. У каждого объекта есть требования к способностям, которые влияют на прибыль. Если ваша продукция, обслуживание или репутация не соответствуют требованиям, объект бизнеса может столкнуться со сложностями. Снижение продаж или ледеболю барагаря. Убедитесь, что требования к продукции, обслуживанию, репутации выполняются. Для этого можно изменять назначенных сотрудников. Петуха могу назначить, да? Это глава. Это окей. Это нанять сотрудника, подтвердить. Ну, уровень 5. Старик Кокири уже работает на беге Кондитерский и Чебан. Перевести этого сотрудника? А, нет. Ну, все, бабульки... Да, ну, собственно, у меня нет сотрудников больше. Что, мне петуха нанять или что? Все сделано. Эй, Касугаса, наши сотрудники до сих пор не могут раскрыть свой потенциал. Изучите их сильные и слабые стороны, с тем попробуйте назначить их на другие должности. У каждого объекта есть требования к способностям, которые влияют на прибыль. Если ваши сотрудники обслуживания или репутации не соответствуют объект бизнеса, убедитесь, что требования к продукции, обслуживанию и репутации выполняются. Для этого можно менять назначенных сотрудников. А-а-а. Так. Сотрудник на полную ставку. Стоимость примирения, упорство, обаяние, упорство... О, вот этот будет у нас, значит... Так, отсюда снимаем. Этого переназначаем... Так, мне его переназначить. Пам. На главу его. Ян Хуримас. Ну и сюда назначаем вот эту... Все, нормально. Касуга-сан, наши сотрудники до сих пор не могут раскрыть свой потенциал. Да ладно, у каждого... Да ладно. Подожди, ну вот это точно глава. У него упорство, обаяние бешеное. Он, он глава по-любому. Не петух же глава. Уровень 5. Объем продаж. Выберите управляющего, который хотите уволить. Выберите управляющего. Выберите управляющего, которого вы хотите назначить главой. Я просто не вижу его... Служивание, репутация. Характеристики-то толком не написаны. У петуха репутация охеренная. Петух глава компании. Пойдет? Приберите. Реокайсимашт. Реокайсимашт. Мастимашсюмашшся. требования к способностям, которые влияют на прибыль если ваша субпродукция, обслуживание или репутация не соответствуют требованиям объекта бизнеса можно столкнуться а, подождите, требования, значит, вот это снизу этого, значит, сюда а, все, я начинаю понимать так, кто слабенький репутацией мне сейчас сюда нужен кто-то с большой репутацией так, теперь мне не хватает обслуживания у кого хорошее обслуживание, но кто мне не сильно ударит по репутации? нет нет, в обслуживании никто не дотягивает так, ладно, подожди, тебя если снять блин, а никто не дотягивает в обслуживании вот так, бабульку на обслуживание о, все, великолепно, всех правильно распределил косуга стан сотрудники готовы приступить к работе, главное петух не начальник идем дальше, посмотрите список сотрудников кондитерских ичебан приедите в меню сотрудники чтобы посмотреть сведения о ваших сотрудниках, вы видите сотрудники а затем снова сотрудники Сотрудники, сотрудники В кондитерских чабан сейчас работает 5 человек Но, по правде говоря, на зарплату ходит слишком большая доля прибыли Понимаю, это крайне неприятно Но чтобы вернуться к режнему темпу, нам придется уволить двоих Косуга-сан, пожалуйста, увольте двух сотрудников, которые сейчас не назначены А, ну вот они Нахер тебя, как тебя уволить? Я нажимаю, они не увольняются А, они не назначены? Вот этих двоих надо уволить, они же такие симпатяшки Ну ладно, уволить Пошел нахер О, ушел ты Я молодец, прекрасно Теперь можно ожидать улучшения Осталось лишь узнать, что готовит нам судьба А в меню объекты можно улучшать объекты Распоряжайте с ними по своему усмотрению, Косуга-сан Итак, Косуга-сан, если вы готовы, займитесь делом И что же у нас сработка? Здесь что-то надо делать У сотрудников достойный уровень мотивации Мы открыты Мне надо прыгать или что? Я ничего здесь не делаю Оно само происходит Что происходит? Отличная линейка продуктов Продажи растут Покупатели Что? Наши работники покорили сердца клиентов Ну мы же красавцы Этап завершен Ооо, неужели прибыль? Офигеть Я получил прибыль Стоимость акции не изменяется Ну хотя бы не упала Вау Это такая чушь Нахрена это здесь добавлено? Китайцы, я ваши игры не понимаю Еее, мы получили прибыль Неужели? Удивительно, свершилось И все благодаря вложению Ника-сан В этом деле главное заполучить инвестора Только теперь надо решить Куда вложить деньги? В сотрудников или в инфраструктуру? У нас уже сейчас немало вариантов И о будущем Нельзя забывать Да, при тратах надо помнить о завтрашнем дне И вовремя принимать верные решения Все-таки это сложнее, чем я думал У нас есть прибыль Так что мы на правильном пути Кондитерский и Чебан Наконец-то возвращаются в форму Будем дальше двигаться к сотне лучших Косуга-сан Ой, нет, президент Косуга Да, точно И петух нам поможет Давайте его зажарим Кушать хочется чё-то Хуяк Выбор Друганов увеличился Яишенко Я могу звонить ему, когда дерут, что ли? Вы чё, серьёзно? О, вот это да А, всё, мне не надо Мы с ней договорились Я типа отсюда могу уходить мы снова вместе но я теперь президент так что ребята вы пойдите нет челядь ох ну и денек завтра опять торговой компании как граммы спину будем там гнуть пора наверное домой ребята спадки да вам лучше лечь пораньше ты-то чего вдруг решаешь а во сколько нам ложится ты что полиция сна а почему нет мы же друзья так что всем домой вам нужно отдыхать она запала на меня да только и делай сюда капается до меня как школе может она так чувство проверяет не обращайся дружище и ребятки я для вас могу ужин сделать ты чё готовить умеешь конечно как шеф-повар пойдемте купим ингредиентов нянчан сумки понесешь нянчан чё вот это да как она меня назвала мне кажется она и счастлива что у нее наконец-то появились друзья ну что ну да вот думаю для нее так правда ли будет лучше мы конечно той же компания дома опасны она рискует но она сама этого захотела ей это нравится разум и не должны уважать ее решение да да пожалуй ты прав ну что мы быстро вернемся ребятки ждите нас неплохо похаваем кстати глава 5 видишь мы сейчас в 5 а здесь знаешь сколько глав а 12 охренеть мы закончим к следующему году по ходу эту игру неплохо мы вчера оторвались а приятно иногда поесть домашний стряпни это да ладно пора наверное на склад отправимся ребята надо побыстрее разобраться что у них там творится я больше не могу да я тоже хочу мабути уже найти ты что же хочешь найти мабути потому что мы его отпущем уже то прилично так хорошо чеще следующий так 1 миллион юаней минуточку опа не понял здесь слишком мало шеф можно вас на минуточку что такое сейфе не хватает денег а что как о да 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 сегодня столько товара пришло да 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 у нас не хватает наличных мы выплатим недостающую сумму в следующий раз я не могу я хочу договариваться не так вы согласитесь на стеку только потому что вы обещать вы просите все сразу наличка если вас денег не мать а мы забираем это в одно зато подождите подождите хорошо я в банк сейчас езжу за деньгами привезу вам все это полчаса буквально я уже тут одна нога тут одна там одна еще где-нибудь поэтому что деньги привода да не волнуйтесь вы можете мне доверять так жди прямо здесь меня да сэр хорошо конечно же жду так а что это деревянный ящик странные это это просто бумага китайской кухни что бумагу и до чертова знает может идет он сейчас напечатает короче говоря денег я уже понял они печатают бабки сами эти волны полютили деньгами не поручили они подожди хочу не привезли он уже напечатал вам чемоданчик оба чуба ой он нормально хорошо прощение за задержку ребятки а в банк то он не ездил косуга это спалил они платят фальшивкой что фальшивые купюры вот это поворот вот это поворот никто нас не ждет вот это поворот да это были фальшивки офигеть это же очень странно откуда там столько денег но он же в банк ходил нет он на улицу не выходил он был наверху спустился уже с чемодана набитым деньгами вот так было может там наверху сейф в сейфе кучу денег можно спрятать тогда почему деньги сразу не взяли оттуда может может как-то объяснить все равно это можно даже если там есть второй сейф открыть его явно было бы быстрее он бы не просил полчаса да ты прав так когда это типа требовал деньги их вроде как не было потом вдруг появились прямо в этом здании помните этот деревянный ящик почти во всех были акули плавники и галиотис но один был набит бумагой да бумаги было очень много прежде чем заплатить пригодил отнес этот ящик наверх значит ты говоришь это не просто бумага да на ней печатают фальшивые купюры прямо там штампуют значит у них наверху печатный штанок скорее всего должен быть из-за импортный товар они платят фальшивками это опасно мне кажется но такое вполне реально провернуть ниже платят за все наличными вперед а речь идет о крупных суммах это очень странно сегодня в наше время куда ты права вряд ли дело в том что им просто не хочется иметь дела с банком и прибыль в компании это подтверждает кажется мы на верном пути не знаю не знаю может вам это звучит убедительно но мне нет они платят наличными чтобы избавиться от фальшивых денег в банке же их не примут вот так вот в итоге они вообще ничего не теряют потом еще и продают товар и получать ресторанов кучу денег да не считая получать товар бесплатно а продавцы уводят фальшивые деньги с собой китай где их уже не отследить смело очень умно да мабути мабути прямо криминальный гений возможно его главная цель отмывания фальшивых денег подожди отмывание когда я сидел с окамерингами как раз они это обсуждали иностранную валюту изготовить проще чем йены и на йены ее потом никак не обменять банк сразу поймет что деньги фальшивы так что мабути пользуются услугами торговой компании значит торговля просто прикрытия на деле они отмывают деньги похоже теперь у нас есть зацепка про мабути используем это чтобы выманить его подожди не спеши у нас пока и доказательства не отмывание денег надо чем-то подтвердить а потом мы ему предъявим его может проберемся наверх и сфотографируем печатный станок думаешь все так просто да его же берегут как занятока там везде охрана если на поймают нам конец так зачем так рисковать ребята можно просто вынести одну купюру ты ведь за выплаты отвечаешь да это невозможно говорю же на выходе нас полностью досматривают думаю и ищут именно фальшивые купюры но грузчиков то они не досматривают мы просто разгружаем может передашь нам купюру как-нибудь пока мы работаем я могу попробовать только так чтобы не попасть а будь осторожно хорошо я что-то придумаю ура я рад что завтра мы попрощаемся с этим мы больше не будем таскать ящики план неплохой вам нужны будут силы ребята так что сегодня я сделаю особенный ужин нянь тянь идем магазин снова опять я я сейчас отрублюсь я устал давай я с тобой схожу ну пойдемте вместе по магазин а чё нет-то и чабан ты ведь бывший якудза да 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 я бывший якудза у тебя наверное жизнь была просто жуть тебе трудно приходилось да всякое бывало да все люди разные что одного пугает другому нипочем со временем знаешь человек меняется все меняется да уж я по себе знаю раньше бы не знала что делать подобные ситуации а теперь я другая у меня словно крылья за спиной выросли я больше ничего не боюсь да это хорошо но все же не забывай об осторожности если дело опасное нужно беречь себя да все будет нормально не переживай пошли это странная игра очереди японские игры отличаются от игр в которые мы привыкли играть в классические наши точнее вот эта классическая рпг в понимании слова во что все а кто там стоит чё за мужик стоит собственно на том же самом месте где мы начали эту игру они мы начали в другом месте позапроштый выпуск начали здесь все ребята бегут со мной вот такая серия получилась мы очень много сегодня выслушали я почти не пользовался вот этой штукой ходили по кабинету кругами ну а я 5 там уже идут если тебе понравилась эта серия не забудь поставить лайк подписывайся на канал жми колокольчик и он будет присылать уведомления о новых сериях кстати как-то странно это дело то присылает то не присылает а меня зовут энди му спасибо что ты смотрел это видео скоро увидимся пока эмди му эмди му Субтитры сделал DimaTorzok